Видео подготовлено с сайтом online.gdz.net Выполним упражнение номер 21 на странице 17 Прочитайте выразительно В чем сходство и различие предложений каждой группы Первое предложение Где ты, птичка, гнездышко свела? Птичка, где ты, гнездышко свела? Где ты, гнездышко свела? Птичка В чем же сходство этих предложений? Все три предложения являются вопросительными Во всех трех предложениях употреблены одни и те же слова Но различие состоит в том, что в каждом предложении слова стоят в разном порядке Спишите предложения, подчеркните в них обращение Объясните знаки припинания Давайте посмотрим на обращение В первом предложении у нас обращение стоит в середине предложения, поэтому оно отделяется двумя запятыми Во втором предложении обращение стоит в начале предложения И оно отделяется одной запятой И в третьем предложении обращение стоит в конце предложения и отделяется одной запятой Итак, первое предложение Где ты, птичка, гнездышко свела? Записываем Начинаем с большой буквы Где ты, птичка, гнездышко свела? Знак вопроса Второе предложение Птичка, где ты гнездышко свела? Птичка, птичка, где ты гнездышко свела? Знак вопроса Где ты, гнездышко свела? Птичка Где ты, гнездышко свела, птичка, птичка Знак вопроса Теперь давайте подчеркнем обращение Итак, как мы говорили в первом предложении, обращение стоит в середине предложения, две запятых у нас Во втором предложении, обращение стоит в начале предложения, одна запятая после него И в третьем предложении, обращение стоит в конце предложения, одна запятая перед ним Составьте, запишите свое предложение с обращением Давайте такое предложение составим Ваня, сколько времени ты выполняешь домашнее задание? Итак, записываем его, начиная с заглавной буквы Ваня, запятая, сколько времени ты выполняешь, мягкий знак, домашнее задание. Знак вопроса. Обращение у нас Ваня. Оно стоит в начале предложения, и поэтому после него стоит одна запятая. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.